всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарный пропаганду все мои знакомые служившие в армии ненавидят перловку у меня кстати тоже воспоминания кормежки на аэродроме подхотилова там миги 31 обслуживали тоже мягко говоря не радужные тем не менее хочу реабилитировать эту кашу и и я считаю можно приготовить не просто вкусно а очень вкусно правда для того чтобы вас однозначно заинтересовать этим рецептом я решил расширить продуктовый набор и приготовить не просто перловую кашу а перловую кашу с очень классными дополнениями в качестве дополнения взял куриные сердечки сливочное масло лук-порей морковь репчатый лук чеснок и зелень перечень ингредиентов основные этапы готовки и пропорции прочитайте в конце ролика приступим во первых на нас кипятить воду и нарубить мелко лук-порей если найдете паре просто увеличите вдвое количество репчатого я кстати вот так как сейчас еще кашу не готовил очень интересно что в конце получится но уже вот сейчас убежден что будет очень вкусно сковороде надо нагреть сливочное масло кусочек хороший кусочек кашу масло не испортишь может конечно на растительном приготовить но со сливочным будет однозначно вкуснее сюда отправляется куриные сердечки их надо обжаривать на сильном огне но не до готовности я хочу просто получить такие поджаристые бачка чтобы они свой аромат потом в кашу отдали до кондиции они будут доходить уже вместе с перловкой на вода закипела крупу сюда и проварить пять минут я пока морковью займусь да кстати крупа у меня не замоченная промытая но не замочена нарезать морковь нужно кубиками размером с два-три ячменных зерна ячмень при варке разбухает и готовой каши размеры моркови будут соответствовать размером перловой крупы так сердечко уже в отличном состоянии пора добавлять лук и морковь пусть обжариваются вместе перловка уже варится пять минут отбрасываем ее на дуршлаг а теперь начинаются танцы с бубнами по-хорошему сейчас нужно использовать чугунок такого нормального размера или глиняный горшок тоже большой у меня такой горшок есть но крышка к нему треснула поэтому я буду раскладывать все по маленьким порционным горшочкам тоже конечно неплохо но если у вас есть один большой может заморачивать с порционными каждый кладу крупу посолить и кипяток в каждый горшочек все отправляем их в духовку на полтора часа температура 200 градусов верхний нижний нагрев но встретимся мы с вами через 15 минут к этому времени лук морковь сердечки дойдут до нужной кондиции все в отличном состоянии пора добавлять эту штуку к каше и убавляем температуру до 150 градусов и готовим еще один час 15 минут вот тут что касается времени и температуры давать советы сложнее всего потому что в зависимости от того какую посуду вы используете там глина или чугун толщина стенок опять же реальная температура в духовке у вас вода может быть либо быстрее выкипать и впитываться в крупу либо медленнее сделать так через полчасика загляните туда и при необходимости долейте кипятку если понадобится и или убавьте огонь я пока подготовлю вторую закладку лук репчатый нарублю мелким кубиком сливочное масло опять же надо растопить в этот раз масло побольше и выкладываю лук его обжариваем на среднем огне до зарумянивания сначала будет посильнее ближе к окончанию обжарки можно и убавить и как только обжарится выключаем огонь и пусть стоит дожидается окончания готовки каши ждем каши практически готова лук тоже обжарился надо завершить подготовку заправки свежий чеснок мелко нарубить зелень тоже нарубить и лук зеленый и все это в кашу обжаренный лук даст сладость свежий чеснок добавить яркости это обалденная каша вот такое чудо снимаю пробу запах совершенно потрясающий сладкий лук зайти к слатью пахнет а когда он обжарился чеснок и яркая зелень слушать отлично перловка это очень вкусная каша моркови моркови даже можно было больше положить наверное она бы еще больше сладости дала соль хорошо чувствуется для сильно желающих остров можно на остроты тоже добавить допустим на строгай сюда чили перца вот так вот тоже будет сейчас так попробую чудо дайте мне еще еще кашки голодный уже просто чудо да кстати я ложку выложил только для того чтобы показать как она выглядит потому что в этом маленьком горшочке порционном плохо видно темно получается это порционные горшочки не часто пишут нельзя есть горшочков глупости это не стоит подавать на стол посуду в которой готовится большую какую-то а если горшочки порционные они изготовлены специально того чтобы давать как целую порцию немножко расширять и горизонты чего пишите всякую ерунду вот горшочков среди говоря есть даже и получше будет потому что на стенке толстая она тепла набрала все это глина каша дольше будет теплой оставаться так горячей классный очень вкусно короче готовьте перловку мужики то что он в армии давали это это ерунда не перловка так приготовьте в нее влюбитесь это классно готовьте и наслаждайтесь да и напоминаю промокоду фреска можно очень классно сэкономить приобретая ножи самура вот это я пользовался самура метеора aus 10 заточка на линзу для тех кто понимает классная штука пользуйтесь спасибо за компанию всем пока